Так, продолжаем Мариинский театр. Вы знаете, что при Мариинском театре есть такая Академия Младых Терсток. И вот когда-то, сколько это лет назад, я не знаю, 20, может 25, уже с Катрин бежит, когда-то там первые академисты, все мои очень хорошие друзья, ну и сейчас тоже, их было 16 человек. Нет, сначала 8, первый год. И их воспитывали, знаете, как вот ананасы в оранжерее, просто-просто, любовно воспитывали каждого. Потом их стало 16, сейчас их насчитывается около 200. И это совершенно понятно, потому что в талантливой молодежи надо куда-то идти, да. И это очень хороший шанс, вот уже завтра, а может быть уже даже сегодня, находясь в рамках Академии, уже петь в Мариинском театре. Поэтому это, в принципе, это очень хорошее место. Ну вот, и так получается, что сначала ребята учатся в консерватории, да, и вот те, которые вы сегодня услышите, некоторые из них, я их знаю просто с 18 их лет, знаете, и они вот так вот растут, растут у тебя на глазах, а потом раз, пожалуйста, человек поет в Ренском театре, в одном из лучших театров мира. И ты слушаешь его, думаешь, господи, неужели это тот вот хрупкий там, я не знаю, какой-то такой молодой человек, который пришел, оглядываясь вот так по сторонам в консерваторию, а сейчас такой вот замечательный, голосистый, уверенный в себе певец. И вот одна из таких представителей вот этой Академии, которая уже активно себя заявляет на сцене Мариинского театра, это такое семейство, потому что часто они, естественно, где им еще бывать, как не в театре, естественно, что все их, так сказать, романы, зарождение семей происходит чаще всего там. Вот, такое семейство Новоселовых. Это Анастасия и Иван Новоселовы. Вот, и оба они певцы, вот, у них ребенок, ему два года. Я вам сейчас представлю сначала Анастасию, а потом Ивана. Вот я сейчас приглашу сюда Анастасию Новоселову. Пожалуйста, Анастасия. Ну вот, потому что голоса, изумительные голоса. Ну вот сейчас сами будете свидетелями тому, потому что Анастасия споет что-то. Полерой Елены, да? Полерой Елены. Вот, понимаете, почему вот мы делаем проект этот филармонии, почему с нами все время работают режиссеры, почему мы так много внимания уделяем, вот, почему я стараюсь что-то сказать, вот, немножечко сказать, просто о сущности того, что происходит, для того, чтобы это не было, вы знаете, как с той самой полифонии, чтобы люди слушали что-то, вот, просто звуки, да? А когда они укладываются в некие определенные сюжетные рамки, они становятся гораздо ближе нашим душам. И вот Елена, полерой Елены, оно звучит так, знаете, некоторые думают, что это очень веселое, но это не веселое полерой. Она поет его своим врагам. Она поет его на площади, которые захватили враги. Она, это вызывающее, это очень напряженная музыка, насыщенная, потому что всеми своими силами она хочет бороться с этими захватчиками за свободу своей Венеции. Вот, послушайте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ну вот и вот это вот пара замечательная свое то сказать вот свой блок что ли закончит очень таким забавным дуэтом это из некогда безумно популярной оперы гулак артемовский запорожье за думать за дуна ему старое поколение наверняка помнит как это было популярно да а потом она немножечко сошла 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 совершенно естественно потому что ее музыкальные достоинства ну такие я бы сказала умели что честно вам сразу скажу но дело в том что вот этот дуэт забавный а дарки и карася вот это он остался жить в концертном репертуаре и вот сейчас анастасия и иван новоселов и вам ты как раз и исполнит говорит ничего не надо тут абсолютно все и так будет ясно пожалуйста ПЕСНЯ 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Поехали! Спасибо!